Видео подготовлено сайтом online.gdz.no Тема нашего урока письменное умножение на трехзначное число Давайте посмотрим на данные примеры 423 умножить на 24, 423 умножить на 240 и 423 умножить на 204 Давайте сравним эти выражения и выясним чем они похожи Во-первых, они похожи тем, что все они являются произведениями Во-вторых, похожи тем, что первый умножитель во всех них 423 И они похожи тем, отличаются они тем, что второй умножитель в первом выражении 24 Во втором 240, а в третьем 204 При умножении на 24 у нас получится два неполных произведения Потому что сначала мы умножим на 4, а потом на 2 При умножении на 240 у нас получится Также два неполных произведения Сначала мы умножим на 4 единицы, а потом на 2 сотни На норму умножать не будем При умножении на 204 у нас тоже получится два неполных произведения Потому что сначала мы умножим на единицы, а потом на сотни А на десятки мы умножать не будем, потому что их 0 Итак, 423 умножаем на 24 Умножаем на 4 3 на 4, 12, 2 пишем, 1 запоминаем 2 на 4, 8, еще 1, 9 4 на 4, 16, 1692, первое неполное произведение Умножаем на 2 десятка 2 на 3, 6, 2 на 2, 4, 2 на 4, 8, 846 Складываем 2 9 плюс 6, 15, 5 пишем, 1 запоминаем 6 плюс 4, 10, еще 1, 11 1 пишем, 1 запоминаем 1 плюс 8, 9, еще 1, 10 Получается 10152 Теперь 423 умножаем на 240 Давайте посмотрим на запись Как это записано Вот мы умножаем не на 240 записываем, а на 24 А 0 мы пишем пока отдельно Потому что на него мы умножать все равно не будем Умножаем сначала на 4 3 на 4, 12, 2 пишем, 1 запоминаем 2 на 4, 8 и еще 1, 9 4 на 4, 16 Но можно было бы это не делать, потому что здесь получилось то же самое 1692 Когда мы 423 умножим на 2, у нас также получится 846 Когда мы сложим, также получится 10152 Но есть одно отличие Теперь мы снесем 0 Про который мы сначала не вспоминали И у нас получилось 10520 Теперь мы 423 умножим на 204 Сначала 423 мы умножим на 4 Получится также 1692 Если мы будем умножать на 0, то у нас получится 3 0 В общем-то эти 3 0 можно было бы и вообще не писать Теперь мы будем умножать на сотни И подписывать мы будем под сотнями Не под десятками, обращаю ваше внимание 2 на 3, 6 2 на 2, 4 2 на 4, 8 846 Так же, как и в этих примерах Когда мы сложим 2, 9 6 плюс 6, 12 2 пишем, 1 запоминаем 1 плюс 4, 5 Еще 1, 6 И сносим 8 Получилось 86292 Итак, сегодня мы знакомимся с письменным приемом умножения на трехзначное число Содержащее 0 в некоторых разрядах То есть когда 0 вместо десятков или вместо единиц 327 умножим на 406 Сначала будем умножать на 6 7 на 6, 42 2 пишем, 4 запоминаем 2 на 6, 12 Плюс 4, 16 6 пишем, 1 запоминаем 3 на 6, 18 И еще 1, 19 1962 Умножать на 0 десятка мы не будем Будем умножать на 4 сотни И записывать будем Под сотнями начинать 4 на 7, 28 8 пишем, 2 запоминаем 4 на 2, 8 И плюс 2, 10 0 пишем, 1 запоминаем 3 на 4, 12 Еще 1 13308 2 сносим 6 сносим 9 плюс 8, 17 7 пишем, 1 запоминаем 1 плюс 0, 1 и плюс 1, 2 3 сносим И 1 сносим Получилось 132762 614 умножаем на 280 Вот 0 мы записываем отдельно И начинаем умножение на 8 4 на 8, 32 2 пишем, 3 запоминаем 1 на 8, 8 И еще 3, 11 1 пишем, 1 запоминаем 6 на 8, 48 Еще 1, 49 4912 Теперь умножаем на 2 2 на 4, 8 2 на 1, 2 6 на 2, 12 1228 Складываем 2 1 плюс 8, 9 9 плюс 2, 11 1 пишем, 1 запоминаем 4 плюс 2, 6 Еще 1, 7 И 1 сносим И сносим 0 У нас получается 171920 Если вам понравилось видео Смотрите остальные видео уроки на нашем сайте Если у вас есть вопросы или предложения Оставляйте свои комментарии под видео Оставляйте свои комментарии под видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!